Есть или не есть? Вегетарианцы против мясоедов. Стоп-инсульт. Как предотвратить мозговую катастрофу? Зарядка для ума. Включите свои серые клеточки. Если вы не на работе. Если не повезли ребенка на тренировку. Если уже приготовили обед. Если вы у себя дома и у вас есть часик свободного времени. То тогда добрый день. Добрый день, Тюмень. Это новая программа о разумном, добром и личном. В прямом эфире с вами Татьяна Максимова и Константин Фирсов. И вот чем этот час мы предлагаем вам заняться вместе с нами. Есть или не есть? Вегетарианцы против мясоедов. Стоп-инсульт. Как предотвратить мозговую катастрофу? Зарядка для ума. Включите свои серые клеточки. 760 кур, 50 индюшек, 30 овец, 20 свиней, 5 коров и полтонны рыбы. Столько животных спасает за свою жизнь один вегетарианец. И живет он на 3,5 года дольше мясоеда. Это доказали американские врачи, между прочим. Собственно говоря, Тань, есть и другая статистика. Вот в Индии, где испокон веков почти все вегетарианцы, продолжительность жизни чуть ли не самая низкая в мире, 62 года. В то время как у скандинавов, которые убежденные мясоеды, они живут на 10 лет дольше. Так что же лучше для человека? Животная или вегетарианская пища? Какой стиль питания полезнее для здоровья? И кто человек от природы? Хищник или существо травоядное? Ну вот об этом мы и будем рассуждать в ближайшие полчаса. А поможет нам разрешить спор между вегетарианцами и мясоедами главный диетолог Департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева. Елена Феликсовна, здравствуйте, добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста, к нам на диванчик. У нас такая тема интересная и злободневная. Кстати сказать, если хотите присоединиться к нашему разговору, вы нам сразу же звоните. Телефон прямого эфира вы видите на своих телеэкранах. Добро пожаловать. Ну а мы давайте начнем с вегетарианства. С точки зрения доктора, диетолога, вегетарианство – это правильное меню для человека, правильный тип питания? Это сложно сказать, потому что вегетарианство – это один из наиболее древних способов питания. Он, независимо от нашего мнения о нем, существовал, существует и будет существовать. Поэтому наше отношение к вегетарианству, ну такое вот, я имею в виду точку зрения медицины, оно приемлемо, если разумно. Если осуществляется без каких-то вот таких очень жестких ограничений, без каких-то фанатичных каких-то вот включений, ну без таких, конечно, очень резких, это даже не ответвление вегетарианства, а именно вот самостоятельная система питания, такие как веганство и сыроедение, вот если это разумно сбалансировано и хорошо для человека, то вполне приемлемо. А в чем же, скажите, тогда вот явная польза вегетарианства? А явная польза вегетарианства заключается в том, что вегетарианец употребляет в пищу, ну всего того, что он не ест животную, это как бы абсолютное ограничение пищи животного происхождения, не только мяса, но и рыбы, и молочных продуктов при истинном вегетарианстве. Он употребляет, вегетарианец, я имею в виду, он употребляет очень большое количество растительной пищи. Это крупы, это овощи, это фрукты, орехи, злаки, грибы и так далее. И, соответственно, эта пища менее калорийна, более богата витаминами, хотя и меньше белка в ней. Она как бы более легкая, и поэтому вегетарианцы в меньшей степени, я не скажу, что не страдают вообще, но в меньшей степени страдают такими заболеваниями, как ожирение, у них меньше атеросклеротического поражения сосудов, ниже риск сахарного диабета и других заболеваний, вот таких, которые связаны с... Понятно, то есть всё-таки есть польза. Есть польза, несомненная польза. Вот вы сказали, Елена Феликсовна, что особенно строгие сыроедение и веганство. Это приемлемо вообще в нашем регионе? Действительно, вот это существующая тоже система, но если говорить, очень популярная сейчас, очень популярная, я знаю очень много, особенно среди молодых, приверженцев вегетарианства, жёсткого вегетарианства, сыроедения. Хотелось бы сказать, ну вот ещё раз, с медицинской точки зрения, что вот в наших широтах, где есть зима, у нас есть зима, и у нас долгая осень и долгая весна затяжная, и у нас невозможно в том разнообразии получить сырые растительные продукты, которые возможны... Богатые витаминами. Ведь где много, да, богатые витаминами, и вот в том разнообразии, в полноценные, свежие, как зимой, свежевыращенные. То есть получается, что период, скажем так, с октября-ноября по май, июнь, то есть до свежего урожая, вегетарианец в принципе недополучает витаминов и свежих... Вы знаете, если вегетарианство, если вот это просто вегетарианство, да, не веганство, ведь в вегетарианстве тоже много разных ответвлений. Есть и лакта, ова, вегетарианство, например, с разрешением употребления молочных продуктов и яиц, ну, как бы вот самый такой... Мояльный, наверное, вид вегетарианства. Мояльный, да, совершенно правильный вид вегетарианства, и наиболее такой вот как бы полноценный, да. Но сыроедение, конечно, в наших широтах в полноценном виде осуществлено быть не может. Если вот посмотреть на географию, да, где распространено вегетарианство и сыроедение, да, Индия, вы уже сказали, да, это южные страны, 10% итальянцев, вегетарианцев, ну, это юг. Там, где сорвал травку, и съел. Маслины там растут. Плод с дерева сорвал и тут же его съел. В абсолютной доступности и несколько урожаев в год растительных продуктов. Вот, мне кажется, это очевидная история, да, для нас только попробовать добыть эту еду, и станет ясно, что вовремя, не вовремя. А скажите, Елена Федоровна, а вот есть ли категории людей, ну, я имею в виду нас, сибиряков, которые, может быть, не очень показаны или временно, там, беременные женщины, там, дети, старики, у кого-то там почки больные, что-то в этом духе. Не подходит вообще вегетарианство. Здесь вот он-то, вопрос этот вот вы задали, он очень важный и тонкий. Почему? Потому что ведь это не всегда зависит от показаний. Есть люди, которые вот по стилю своей жизни, по менталитету, по религиозным убеждениям, вот просто вегетарианцы и все. И здесь нужно сказать, как? Конечно, абсолютно нежелательно быть вегетарианцем во время беременности. Маленьких детей до 7 лет категории, ну, нежелательно делать их вегетарианцами, потому что это все-таки выбор человека. Ребенок не может выбрать. Он выбирает то, что ему выбирают родители. Поэтому все-таки до 7 лет надо, чтобы были, ну, с медицинской точки зрения, какие-то вот все-таки общепринятые традиции в питании. При некоторых заболеваниях нежелательно вегетарианство. Ну, например, вот поражение поджелудочной железы, панкреатит, да, потому что это все-таки низкобелковый рацион, много углеводов, они будут плохо усваиваться. Ну, да, могут еще спровоцировать усложнение. Может быть различные, как бы, отрицательные последствия заболевания, развитие сахарного диабета и так далее. То есть есть ситуации, когда вегетарианство нежелательно с точки зрения именно здоровья. Понятно. И, конечно же, в этих ситуациях все-таки лучше сбалансированный рацион. Но порой даже при наличии этих заболеваний и этих состояний вегетарианца очень сложно в этом убедить. Елена Федоровна, у меня еще вопрос от дилетанта в догонку. Вот скажите, достаточно ли будет просто исключить мясо из своего рациона или нужно прямо искать полноценную замену? То есть если человек решил стать вегетарианцем, да, ты имеешь в виду? Ну, следует сказать, что вот вегетарианство – это определенная система. То есть вот не просто как бах, я захотел стать вегетарианцем и тут же вот это осуществил. Нужно понимать, что существуют действительно определенные правила. Белок в рационе, который поставляется при традиционном питании, ну, обычном питании, да, с включением мясоедения, поступает с мясом, с красным, с белым мясом и так далее. А если человек вегетарианец, он должен обязательно быть озабочен и уметь… Где достать белок. Где достать белок. То есть вот адекватная замена и адекватное поступление белка в питании – это успех и здоровье вегетарианца. Это главная задача вегетарианца. Ну, хорошо. То есть он изучает продукты, которые помогают. Конечно, конечно. И, возможно, пищевые добавки или это не обязательно? Возможно. Это не обязательно. Но в некоторых ситуациях желательно. Вот, например, при жестком вегетарианстве, сыроедении и веганстве часто возникает дефицит железа и дефицит витамина В12. Это может привести к таким заболеваниям, как анемия, да, то есть низкий гемоглобин у человека может возникнуть и так далее. При неразумном распределении. И в этом случае, конечно, необходимо, и а вегетарианцы это знают, если человек грамотно относится, хорошо к себе относится и со всех позиций подходит с восполнением, тогда, конечно, возможно, употребление и биологически активных добавок, и витаминов, которые задержат это. Но, в принципе, вот если постараться, то можно сбалансировать в нынешних условиях вегетарианский рацион. Но я не говорю о веганстве и сыроедении. Это сложнее. Ну, а какие чаще всего, по вашему опыту, совершают люди ошибки, которые переходят на вегетарианство? Что они делают не так? Вы знаете, вот с точки зрения медицинской, моя вот, моя так вот точка, я как бы опираюсь на мнение других врачей, специалистов, всё-таки ошибкой будет являться очень жёсткий подход. То есть, понимаете, вот не ем ничего вот вообще. Как любая крайность, это опасно. Да, как любая крайность, это опасно. И хотелось бы всё-таки предостеречь. Напомнить о том, что мы живём в Тюменской области. Всё-таки мы относимся к регионам не южным, а, можно сказать, северным. Что у нас есть зима, что очень сложно в наших условиях, ну, достаточно сложно грамотно отнестись вот к формированию своего пищевого рациона, если захотеть стать вегетарианцем. И если уж так получается, то это должен быть очень серьёзный подход. Это должна быть консультация, может быть, с диетологом, это должна быть литература, это должно быть восполнение правильных пищевых продуктов. И хотелось бы всё-таки предостеречь от очень жёстких подходов, от веганства в наших условиях, от сыроедения. Потому что, ещё раз, это очень сложно. Очень сложно восполнить дефицит. Это может привести к различным заболеваниям, гормональным нарушениям и так далее. То есть, потому что если человек очень жёстко подходит к этому, то дефицит... Кто хотел быть более здоровым, а этим может ещё больше навредить себе. Ведь смотрите, вот эти жёсткие, они в чём-то и ведь дискредитируют как-то систему. Да. Как же вот не получится-то оздоровление? Нужно же оздоровиться, следовательно, нужно использовать весь возможный арсенал из тех продуктов, которые возможны. Поэтому разумно... Сходить к доктору, сдать анализы, проконсультироваться. Совершенно правильно, проконсультироваться, посмотреть, каково состояние здоровья. И в этом случае при сбалансированном рационе это вполне приемлемо. Прекрасно. Ну вот смотрите, с приходом лета наше меню становится всё разнообразнее, ярче и полезней. Мы налегаем на фрукты, пробуем первые ягоды, добавляем в салат побольше зелени. В общем, запасаемся витаминами. Главное подходить к этому делу с умом. Я сейчас о том, что все эти продукты необходимо на минуточку тщательно мыть. Как правильно, сейчас расскажем. Чтобы избавиться от бактерий и сохранить красоту ягод, устраиваем им контрастные ванны. Окунаем в горячую и холодную проточную воду. Процедуру повторяем не больше трёх раз. Затем берём решето или дуршлаг, замачиваем спелые плоды и ополаскиваем. И никаких мыльных растворов. Когда мы говорим про гладкую ягоду, тут замачивание идёт примерно до 10 минут. Когда говорим про пористую ягоду, такую как клубника, замачивание может длиться до получаса. Такая процедура избавит летние дары от личинок-паразитов. Главное – не отрывать зелёный хвостик перед душем, иначе ягода наберёт воды и будет невкусной. Чтобы смыть масла и парафины, которыми покрыты импортные фрукты, замачиваем их минимум на полчаса. Особенно виноград. Гроздьи обычным ополаскиванием не промыть. Цитрусы тоже замачиваются. Ни в коем случае их не надо губкой с моющими средствами какими-то мыть. Почему у них пористая структура? В процессе смывания вы не смоете, вы будете его есть, в принципе, с моющим средством. С яблоками попроще. Здесь можно использовать губку и можно использовать хозяйственное мыло для домашних условий. Мыльной губкой моем и бананы. Даже если вы собираетесь чищать кожуру, то мыть продукты всё равно нужно, чтобы с грязной поверхности бактерии не попали на съедобную часть. Грязь нужно вымыть из каждой лодочки сельдерея, при необходимости даже снять шкурку. Остальную зелень делим на небольшие партии и промываем в холодной проточной воде, а потом замачиваем. Лучше на всю ночь. Если на примере кинзы взять, она продаётся с корешком, и здесь всегда очень много песка. Поэтому однозначного замачивания, может до трёх, до четырёх раз даже полоскания, пока вода не будет прозрачная. Весь песок вам важно, чтобы осел на дно. Поэтому она будет у вас очень хорошенькая, красивенькая и пушистенькая. После душа все продукты нужно хорошо просушить и отправить на правильное хранение. Но это уже совсем другая история. Смотрите далее. Что плохого в меню мясоедов и как исправить ошибки в питании. Мясоеды часто утверждают, что полный переход на растительную пищу может оказаться губительным для здоровья. Да и такой едой особо не насытится, особенно после физической работы. Так сколько нашему организму требуется мясо? Правда ли, что россияне толстеют от переедания мясных продуктов? И какое мясо самое полезное? Миню мясоедов разберём по косточкам вместе с главным диетологом Департамента здравоохранения Тюменской области Еленой Дородневой. Елена Фельсовна, пролейте свет. Чем же всё-таки полезно мясо? Что в нём за такое вот качество, вот эти вот витамины и прочие полезные вещества? Мясо – это очень полезный продукт. Это продукт животного происхождения, практически, ну, один из главных источников белка, причём белка легко усваиваемого в пищевом рационе. То есть вот если мы говорим о мясе, потому что мясо бывает разное, да, это красное мясо, это белое мясо, это мясо рыб, вот различные варедичи, да, тоже относятся как бы к разным категориям. Вот первичная полезность, вот если на это посмотреть, всё-таки это богатейший источник белка. Если мы посмотрим на правила питания, у каждого человека, ну, в зависимости от вариантов его физической активности, должно быть рациональное количество белка в пищевом рационе. Один грамм на килограмм массы тела. Каждый может посчитать. Это в среднем. Это суточная норма. Да, это суточный норматив. То есть если человек весит 70 килограмм, то он должен употреблять приблизительно 70 грамм белка в сутки. А, 70 грамм белка. Белка, да, белка, чистого белка. В мясе в 100 граммах 20 граммов белка в среднем. Ну, 18-22. И этот белок очень хорошо усваивается. Поэтому мясо вот именно с этой точки зрения, с точки зрения богатейшего источника белка должно рассматриваться. А почему именно для женщин мясо необходимо? А потому что в мясе помимо белка содержится ещё и большое количество микроэлементов и витаминов. Ну, практически все. Вот если так посмотреть, практически все. В мясе, ну, наверное, нет очень малого количества углеводов. А весь спектр витаминов и минералов в нём есть. Железо, фолиевая кислота, витамины группы В, аскорбиновая кислота. То есть, ну, как бы это универсальный источник витаминов. И поэтому, а женщины, как бы, из-за их способности к деторождению, да, нуждаются в очень большом количестве кальция, белка, микроэлементов, витаминов и так далее. И поэтому, конечно, считается, что вот женщины детородного возраста должны употреблять мясо. Почему тогда говорят, что россияне толстеют из-за употребления мясных продуктов? Ну, потому что мясо бывает разное. Может, делается в гарнире? Или всё-таки в мясе? В гарнире тоже. В гарнире тоже. В гарнире тоже. Вот мясо, например, с картофелем. Любимый вариант россиян. Да, это не совсем приемлемая ситуация, потому что оно, как бы, это ухудшает усвоение и того, и другого. Очень сложное, вот пельмени, например, наши любимые, это сложное в усвоении. Я не готов отказаться прямо сейчас. Ну, иногда. Трагедия моей жизни будет тогда. Мясо бывает разное. Вот неполезного мяса, ну, в принципе, вот, которое вот нельзя вредно, так сказать, нельзя ни об одном сорте. Просто оно в силу выращивания, приготовления, да, может быть разным. Традиционно полезность мяса оценивается по количеству жира. Вот есть наиболее жирные сорта, это свинина, баранина, которая промышленным способом, ну, то есть, вот, как бы, выращена не на пастбищах, а в стоимах, да, потому что разные же способы еще выращивания мяса существует. Ну, мясо, как бы, животных для этого использования. И есть менее жирные, такие, например, как говядина, телятина, мясо птицы, да, вот в грудке куриной. И все-таки нам надо больше жирного или нежирного? Или миксовать? Больше нежирного. Больше нежирного. С учетом того, что человечество, как бы, использует, ну, малоподвижный образ жизни. Меньше двигается, больше использует, как бы, все-таки лучше использовать менее жирные сорта. Это значит, давайте повторим еще раз, что относится к менее жирным сортам. Относится говядина, телятина, курица, индейка, это белое мясо. Филе, да? Филе, да, потому что есть еще красное мясо, там достаточное количество жира, да. Это дичь, в диком мясе мало жира содержится. Это кролик, рыба, да, ну, рыба не мясо, вот, как бы, вот в таком понимании, но все-таки относится к животным продуктам. Это менее жирные сорта, а вот самые жирные, это свинина, отчасти баранина, утка и гусь. Вот это самые жирные сорта. То есть их употреблять можно? Можно, но не часто. Но не часто. А не часто это, например, раз в неделю? Ну, вы знаете, в зависимости от той ситуации, в которой, если это человек, вот, например, с избыточной массой тела, да, у него есть такие болезни, как сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь, то, конечно, чем реже, тем лучше. Ну, а если это здоровый молодой мужчина, да, как бы, вот, который ведет активный образ жизни, то можно, ну, как бы, как в виде праздничного продукта, там, я не знаю, шашлыки какие-нибудь или еще что-то, ну, и раз в неделю, там, раз в две недели. Но не каждый день это однозначно. Вот, допустим... Сейчас построились многие мужчины, я думаю, у нас. Да, если сослаться даже на определенные системы питания, то, вот, в средиземноморской диете, да, очень популярной, да, в средиземноморской диете, на которой одна из самых высоких продолжительностей жизни, там нет жесткого ограничения в отказе от мяса. Красное мясо не чаще трех раз в неделю. И менее жирных сортов. И, наверное, здесь важен и гарнир. Я все-таки хочу про гарниры поговорить. Говорим, с мясом нет картошки, макароном. Что лучше всего подходит тогда к мясу? Ну, вот, с точки зрения, вот, правильного, как бы, питания, это, конечно, овощи. В любом варианте. Ну, имеется в виду некрахмалистые овощи. Картофель относится к крахмалистым овощам. Поэтому картофель тоже, как бы, часто и в большом количестве нежелательно. А вот любые овощи, как бы, окрешаны, грибур, гречка, пожалуйста. Хорошо тоже с мясом, да? Сочетается. Тоже сочетается и, возможно, употребляется. Если это, вот, лечебные рационы, да, какие-то, если это рационы при снижении массы тела, там, конечно, макароны и картофель надо порежать. А все остальное можно. Елена Филиксовна, у меня есть вопрос. Я, честно говоря, внутренне ожидаю наткнуться на печальную новость для себя. Но и, тем не менее, для пролития света, опять же, для нас, для гурманов, колбаса. Вот как без бутерброда? Вы просто сказали, ну, раз в неделю мясо. Да как? Ну, колбаса ведь это не мясо. Колбаса – это переработанный мясной продукт. И вот с точки зрения полезности мясо, конечно, больший, полноценный источник всего, и как бы это наиболее полезно. Колбаса – это мясной продукт. Он содержит ведь не только мясо, но еще и различные добавки. Много всего другого. Почитает нам. И состав, который делает, придает колбасе именно такую консистенцию, именно такой вкус, позволяет ее хранить длительное время, не изменяя вкусовых качеств. Поэтому колбаса, очень много соли содержится в колбасе, даже вареной. Очень много жира, даже в той, при которой, вроде бы, как видимой жиры. Поэтому колбаса – это тот продукт, который, ну, любим, конечно, но в определенных ситуациях требует осторожности применения. Можно же сделать бутерброды с мясом. Очень вкусно, с отварным. Елена Феликсовна, давайте еще подведем такой итог коротко. Все-таки вы за кого, кому отдаем победу – вегетарианцам или мясоедам? Ну, с медицинской точки зрения я за разумную середину. Вот если это возможно, то умеренное употребление мяса вреда никакого не принесет. И периодически применяемые вегетарианские рационы тоже вполне допустимы. Без каких-то жестких ограничений. Разумно прислушиваясь к себе и к своему организму. Отлично. С выбором. Мы с Костей поддерживаем, да, такой разумный подход. Благодарим вас за этот разговор и за то, что ответили на многие вопросы наши и наших телезрителей. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания. Спасибо вам. Уверен, все мы двумя руками за здоровое питание. Ну, а к нашим телезрителям мы обращаемся. Впереди еще несколько полезных советов. Будьте с нами. Смотрите далее. Формула шашлыка. Как выбрать мясо и правильно его приготовить. Ну вот не бывает полезных или вредных продуктов. Бывает несбалансированное и сбалансированное питание. И даже шашлык, если им не увлекаться, может занять достойное место в вашем меню. А главное, собираясь на пикник, проходите мимо заготовок. Идите сразу в мясной отдел, чтобы с толком, с расстановкой выбрать лучший кусок. Вот только какой он? Какие части баранины, свинины или курицы идеально подходят для любимого блюда? Мы все разузнали. Берите шампуры и нанизывайте полезные советы шеф-повара. Шашлычный сезон только начинается. У нас еще все лето впереди, чтобы научиться готовить это блюдо по всем правилам. Начнем с выбора мяса. Отправимся на рынок вместе с шеф-поваром Максимом Цыгановым. Покупать будем свинину, баранину и курятину. Приподнимаем. Видим, нет лужицы никакой. Отлично. Это очень хорошо. Это значит мясо достаточно не накачано никаким соком. Здесь богатый выбор свинины. Это самый популярный вариант. Сочный шашлычок получится из шейки. В этой части туши идеальный баланс мяса и сала. А вот карбонат подойдет для тех, кто жирные куски не любит. Затем идет, можно так сказать, это нога, задний окорок. Лучше брать верхнюю часть. Она более мягкая. Есть еще самые крутые кусочки. Это внутренняя вырезка. Она выглядит вот так. Самые постные кусочки свинины. Никакого жира и очень мягкая консистенция. Почему оно такое мягкое? Потому что в процессе жизнедеятельности животного эта мышца не особо участвует в процессах передвижения. Кусок вырезки обойдется в 400 рублей за килограмм. Мясо баранины на рынке обычно в дефиците. Его быстро разбирают. За ним охотятся даже рестораторы. Поэтому приходить на рынок лучше утром. Самые крутые части у баранины – это спинная корейка, да? Она нарубается. То есть это мясо со спины с ребрышком. То есть в ресторанах называют его коре. Один маленький минус – осколки. Потому что это уже топором. Нужно будет аккуратно есть. Нога. Можно взять? Это задняя? Задняя. Задняя ножка. Здесь косточка. И вот уже пошли волокна. И дальше. Да. Немножечко ножки. И продолжение. Соберем лего. Верхний кусок мягче. Нижняя часть используется только до сустава. При выборе баранины обратите внимание на цвет мяса. Вот это очень правильный цвет баранины. Прям очень правильно. Если будет более розовый, может быть, это уже козел какой-то. Если у вас есть фермеры какие-то знакомые, кто именно занимается бараниной, вот эти две мышцы самые крутые. Баранины сегодня в цене. За лакомый кусочек придется отдать 550 рублей. Впрочем, удивить гостей можно и шашлыком из мяса птицы. Например, пожарить на решетке цельного цыпленка или перепелку. Правда, это не дешево. Более демократичный вариант – обычная курица. Галяшка, получается, хрустящая корочка за счет жира. И она мягкая внутри будет в любом случае. Крыло – та же самая история. Тоже хрустящая корочка и мягкая внутри. Если мы говорим про грудку, грудка – это более такой осторожный продукт, я бы так сказал, кто не умеет жарить, потому что ее можно пересушить. С частью тушки определились. Обратите внимание еще на один важный момент – цвет мяса. Цвет, чтобы у нее был не сильно синий, да, например, и не сильно белый. То есть, чтобы она такая живая была. Кстати, главное правило куриного шашлыка – чем проще маринад, тем лучше. И еще один плюс – мясо бройлера самое дешевое. Цена за килограмм – 350 рублей. Смотрите далее. Главное – не медлить, как распознать и предотвратить инсульт.